Ночью в Садовом обществе «Дружба» в советском районе города произошел пожар, загорелся дачный домик. В момент происшествия внутри находился человек, который так и не смог выбраться наружу. Пламя быстро охватило деревянную постройку. Огонь уничтожил часть несущих стен, в результате чего произошло обрушение кровли. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 11 вечера. Через 10 минут на место прибыли пожарные. Однако к этому времени весь дом был объят пламенем. В считанные минуты огонь уничтожил дачный домик. Пожарным осталось лишь сбить разгоревшееся пламя. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. К счастью, огонь не перекинулся на соседние постройки. Пожарные подразделения встретили соседи. С их слов, в доме, возможно, был человек. В 20.37 минут открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. В ходе разбора сгоревших конструкций сотрудники пожарной охраны обнаружили тело погибшего мужчины 1981 года рождения. По какой причине хозяин дома не почувствовал запах гари и не успел выйти на улицу, пока неизвестно. По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. Кто бы мог подумать, что рыбалка в компании обернется кровопролитием. В Сармановском районе трое друзей отправились порыбачить, прихватив с собой спиртное. После отдыха на природе компания отправилась к одному из них домой. Там мужчины повздорили, конфликт перерос в драку. В результате один человек получил смертельные травмы, а хозяин дома впал в кому. Вину мужчина признал частично судом по ходатайству следователя в отношении его избранного мероприятия в виде заключения под стражу. В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение. Также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на остановление всех обстоятельств предошедшего. В салон красоты на улице Урманчева шел мужчина. Хотел выяснить отношения с бывшей возлюбленной. Он вел себя так, что другая сотрудница заведения позвала на помощь мужа. Закончилась стрельбой. Все началось с бытовой ссоры, когда бывший молодой человек, одной из сотрудниц салона, решил забрать любимую домой. Только вот по ее словам, все это происходило в грубой форме. Отобрал мобильный телефон и, схватив за волосы, потащил к выходу. В какой-то момент ей удалось вырваться и забежать обратно в салон. Тогда одна из девушек решила позвать на помощь супруга, у которого есть разрешение на ношение оружия. Его администратор выставил за дверь. Я подошел, просил его отойти. Он начал у меня нападать. Я достал оружие, предупредил то, что у меня оружие. Выстрелил в воздух. Он отошел, я его оттолкнул. Дальше он начал опять на меня наседать. Стрелявший рассказал, что поначалу пытался по-хорошему успокоить дебошира. Но нетрезвый мужчина на переговоры был не настроен. Поэтому угрожал, размахивал кулаками и жестами намекал, что во внутреннем кармане есть оружие. Свидетели произошедшего говорят, пострадавший сам спровоцировал задержанного, взяв его на слабо. Первый выстрел был предупредительным. Я выстрелил ему в ногу. После этого я оказал ему медицинскую помощь первую. А какой пистолет? Драматический. Пострадавшего госпитализировали, а задержанного, несмотря на желание защитить супругу и самооборону, ждет суд. Пока во всех обстоятельствах разбирают следователи. На пересечении улиц Вахитовой и Большой Крыловки столкнулись «Газель» и «Рено». По предварительным данным, грузовик выехал на середину перекрестка, где дожидался разрешающий сигнал налево. Сандера в это время завершал маневр. Загорелся зеленой стрелочкой. Я поехал, начал движение. И где-то ближе к концу перекрестка почувствовал удар. По словам водителя «Газели» к повороту с Большой Крыловки на Красногокшайску он приступил на разрешающий зеленый свет. Успел проехать половину перекрестка, как в него, врезался «Рено». Удар пришелся на газовый баллон, поэтому кузов грузовика практически не пострадал, в отличие от легковой. «Вы на зеленый ехали?» «Зеленый, моргающий зеленый». «Завершали маневр?» «Да, завершали. Но как он уехал сюда, успел приехать? У него стрелка даже не сгорела, он уже здесь был». По словам другого участника, в его автомобиле установлен видеорегистратор, который запечатлел нарушение газелиста. Якобы он изначально занял ряд предназначенных для движения прямо. Поэтому, чтобы не создавать помех другим участникам, выехал на середину перекрестка, где и остановился в ожидании стрелки. У меня есть видео, прям, у меня, я проезжаю, дано желтый свет дарит. Уже газелика здесь была, хотя она должна была еще вон там стоять. Никто из водителей свою вину так и не признал. Вероятно, ситуация прояснится на авторазборе после просмотра записи видеорегистратора. Еще один пожар, он произошел ночью в Елабужском районе. Недалеко от места происшествия отдыхала компания молодых людей. Отмечали день рождения. Кто-то увидел столб дыма. Молодые люди тут же бросились на помощь. Оказалось, что хозяева загоревшейся бани были не в курсе произошедшего. Мирно спали в дачном домике. Людей разбудили, вывели наружу. Чтобы справиться с огнем, бросившиеся на помощь использовали воду из бассейна. Также пришлось войти в горящее строение и даже забраться на крышу. В комментариях в соцсетях люди просят власти обратить внимание на этот геройский поступок. Аксан, звони! Кто знает, позвони! Звонили, звонили, только адрес не знаем. Страва! Страва, пирайте! Вечером на улице Гвардейской не разъехались Hyundai и Volkswagen. По предварительным данным, при перестроении девушка, управлявшая Солярисом, не заметила пола и помяла ему правое крыло. На место приехала бригада скорой помощи. Медики осмотрели девушку, но от помощи, несмотря на свое положение, она отказалась. Сегодня днем пассажирка автобуса получила травму, ударившись о поручень. Как удалось выяснить, водитель автобуса был вынужден резко нажать на педаль тормоза. Они очень резко притормозили на светофоре. И я с ребенком, я только чтобы ребенка придержать, я очень сильно ударилась. Женщина рассказывает, что готовилась выйти на остановки. Стояла, держа одной рукой ребенка, а другой поручень. Однако сил, чтобы удержаться у нее не хватило. Пассажирка ударила с лицом о поручень. Кондуктор помогла ей остановить кровь, и женщина осталась дожидаться скорую. Кровь пошла? Кровь пошла, да, у садиков. Брали полотенце. А медики приезжали уже? Нет. По рассказам водителя, виной всему машина, которая ехала перед ним. На светофоре она резко остановилась. И чтобы избежать столкновения, пришлось также нажать на педаль тормоза. Ну, я виноват, считаюсь, потому что дистанцию не соблюдал. Вы не соблюдали или он? Ну, он перед ним был, я в светофоре стоял. Мне не надо было торопиться. Пострадавшая женщина рассчитывает на компенсацию материального и морального вреда. Как оказалось, она должна была работать на избирательном участке. Но теперь появляться с синяком на лице в общественном месте она вряд ли захочет. Разыскивается без вести пропавший Григорьев Евгений Александрович, 1977 года рождения. Вечером 10 июня ушел из дома в поселке Куюки Пестричинского района. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Особые приметы. С тех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, просьба звонить по номерам, указанным на экране. Продолжение следует...